Здравствуйте! Сегодняшний урок будет посвящен определению на слух четырех видов трезвучий. Опять касаемся моей любимой темы одной из. И я вам напомню, как я объясняла, четыре вида трезвучий на снеговичках. А потом мы их с вами послушаем. И, как всегда, традиционно в конце будет дано задание, чтобы вы написали 10 трезвучий на слух. Первое трезвучие – мажорное трезвучие. Мы будем его обозначать B53, большое, мажорное. Если вы помните, трезвучие состоит из двух терций. Снизу большая терция, у мажорного трезвучия сверху малая. Это как будто снеговичок обычный. Вот у него туловище, а вот у него голова. Он веселый. Он у нас пел... Сейчас давайте напомню. Пианино схожу. Вот у нас, например, от ноты до получается мажорное трезвучие, большая терция, две черненьких и малая, одна черненькая. Он звучит радостно, весело. Мы веселимся, чего-нибудь хорошее вспоминаем и улыбаемся. Этот снеговичок у нас такую песенку пел. До, ми, соль, до, ми, соль, снеговик веселый, спой. Вот такое у нас было мажорное трезвучие. Жесты я вам покажу, когда сяду за пианино еще. Дальше. Следующая трезвучие у нас была минорная. Это трезвучие уже состоит из... В обратном порядке в нем стоят терции. Сначала малая, а потом большая. Я рассказывала ребятам, что снеговичок, вот два снеговичка обычных играли во дворе. И потом один из них перевернул другого на голову. Тот расстроился, обиделся, ему стало грустно. Вот у нас снеговичок на голове, малая терция внизу, большая вверху. Минорное трезвучие обозначаем М5-3. Послушайте, как оно звучит. Минорное трезвучие можно построить от ноты ре. Малая терция плюс большая терция. Малая одна черненькая и большая две черненькие. Звучит грустно. Я еще говорила, что это на дождик похоже. Если мажор это солнышко, то минор это дождик. Слезка. Вот он пел. Ре-фа-ля, ре-фа-ля, опрокинули меня. Вот такой вот был грустный. Третье трезвучие, третий вид трезвучия, это две малых терции, два маленьких комочка. Это маленький снеговичок, который боится. Это страшное так называемое трезвучие уменьшенное. Записывается у М5-3. Снеговичок увидел паука, испугался и спел такую песенку. От ноты Си у нас на белых клавишах строится уменьшенное трезвучие. Си-ре-фа, си-ре-фа, ой, боюсь я паука. Малая терция плюс малая. Почему оно называется уменьшенное? А вы посмотрите, крайние звуки какой интервал образуют. Уменьшенную квинту две черненьких. Не чистую, как в мажорном и минорном трезвучии, а уменьшенную. Вот поэтому называется уменьшенное трезвучие. Вы в крайних голосах можете услышать тритон. Тритон, тритон, пещерный дно. И трезвучие уменьшенное хочет как будто разрешиться, оно неустойчивое. Вот, например, вот так, да? Мажор не хочет разрешиться. Мы стоим на двух ножках, нам хорошо быть дома. Минор тоже не хочет разрешиться. Мы тоже стоим на двух ножках, правда, нам грустно при этом. А уменьшенное, мы не стоим на двух ножках, что-то неудобно. Куда-то хочется перевести, вот, разрешить, да? И оно такое узенькое, узенькое. Вот сейчас я вам покажу четвертый вид трезвучия. Оно будет широкое, и вы увидите разницу. Следующее трезвучие у нас увеличенное. Два больших комочка. Я рассказывала ребятам, что это папа, читающий книгу, со сказками. Записывается ОВ-5-3. На белых клавишах у нас не строилось увеличенное трезвучие, но строилось. Ну вот, можно его сделать из мажорного. Берем мажорное трезвучие, большая терция у нас есть, а здесь малая. Она нужна большая. Мы ее увеличим за счет повышения верхнего звука. Получилось Доми-Соль-Диэс, Доми-Соль-Диэс, сказку слушать приготовились. А теперь давайте посмотрим, сравним. Мажор, минор понятно. Весело, светло, радостно, грустно, меланхолически, лирически. Что с уменьшенным трезвучием? Неустойчиво, хочется разрешить. И оно узкое, да? Такое вот прям съежились, скукожились. И вот хочется перевести, да? А что с увеличенным? Оно, наоборот, широкое. Удивляемся. Ничего себе, что происходит. Ре, фа, диэс, мя, диэс. И тоже оно какое-то неустойчивое. Куда бы ему разрешиться? Оно может вот так разрешиться или вот так? Тоже его нужно разрешить. Хочется. Просто оно какое-то такое неустойчивое колебание какие-то, да? А вот уменьшенное, страшное. И оно узкое. Звуки ближе друг к другу. Ну, а теперь я еще вам жесты покажу и будем уже слушать. Ну, еще я вам обещала показать жесты, с помощью которых мы тоже, может быть, улучшим наше слушание этой звучи. Итак, для мажорного призначения, которые внимают руки, я радуюсь. Мажорное, нет, трезвучее. Так, минорное, нет, трезвучее. Уменьшенное, нет, трезвучее. Ухоживаясь, оно маленькое, и мы сухоживались. А увеличенное, наоборот. Мы удивлялись. И руки в сторону у нас говорят. Увеличенное, нет, трезвучее. Вот такие у нас новые жесты. Давайте немножко потренируемся. И в конце вот я написала себе заметка правильные ответы, чтобы потом не переслушивать. Я буду сразу вам отвечать, если вы пишете мне комментарии, правильные ответы. Буду пользоваться сегодня своими заметками. Итак, давайте потренируемся. Какое трезвучее вы слышите? Так, думаем, устойчивое или неустойчивое. Мажор, минор или увеличенное, вечное. Это у нас неустойчивое призвучие. Какой-то оно такое. Широкое, неустойчивое. Удивляемся мы или боимся? Удивляйте, увеличенное призвучие. Пишем, о, пять, три. Дальше. Опять же, устойчивое или неустойчивое? Неустойчивое. Что-то початчевое. Узкое резерву. Может, надо разрешиться вовнутрь. В общем, это униженное, трезвучие. Так, сейчас. Устойчивое или нет? Или, может, сразу слышно настроение. Грустное, веселое. Это устойчивое, но грустное. Минерное, трезвучие. Минерное, трезвучие. Сейчас. Неустойчивое. И дальше думаем уменьшенное и увеличенное. Широкое, ростное и узенькое. Широкое. Увеличенное, трезвучие. Так, сейчас. Обычно это призвучие, если я скажу. Слышат мажорное, трезвучие, веселое, устойчивое. Самое, прям, такое, как надо, тоническое, прям, ощущается, да? Так, ну что, беру свои симметрии и играю. Номер один. Девушки. Номер два. Номер три. Номер четыре. Я на рисунок, когда вы не смотрите, но построить тоже достаточно сложно бывает. Но не смотрите. Так же, честно, буду. Так, номер пять. Номер шесть. Номер семь. Номер восемь. Номер девять. Номер восемь. И номер десять. Ну вот и все. Послушали мы с вами призвучие. Напоминаю, как мы их записываем в комментариях. Пишите. Очень прошу вас не писать в столбик. Мне неудобно тогда проверять. Пишите, пожалуйста, в строчку. Один точечка. И дальше, слушайте, берем. Б мажорное, да? Два точечка. Ум. Три точечка. М. Четыре точечка. Ув. Ну, как мы говорим тогда. В строчку. Очень прошу. А я проверю и написываю, где правильно, где неправильно. Желаю вам удачи. Я проверяю. Как вы посмотрите. Продолжение следует...